В прошлом видеоролике мы говорили о диагенезе и катагенезе. Сейчас мы рассмотрим метагенез и как образуются осадочные горные породы. У нас показаны разные стадии, происходящие с осадочными горными породами. Это у нас, точнее, с образованием. Это у нас стадия гипергенеза происходит здесь, потом у нас сединение к генезу, дальше у нас диагенез. Глубже у нас уже процессы, происходящие к генезу, и еще глубже, когда у нас образуется метанархизиоте, наши осадочные горные породы, это метагенез. Значит, метагенез это стадия глубинного, глубокого минералогического и структурного изменения осадочных горных пород в нижней части стратисферы, происходящей главным образом под влиянием повышенной температуры, также там очень высокое давление, и также присутствует много всяких растворов, насыщенных разными минералами, минеральными соединениями. Значит, на этой стадии появляются метаморфизованные горные породы. Для раннего метагенеза характерны глинистые сланцы, песчаники, кварциты, кристаллические известняки и доломиты, тощие угли и антрациты. Для позднего метагенеза это аспидные и филитоподобные сланцы, кварциты, кристаллические и метаморфизованные известняки и доломиты, антрациты и графитизированные антрациты. Вот здесь у нас еще раз, давайте посмотрим на эти стадии, выветривание происходит у нас здесь, происходит эрозия, разрушение горных пород, дальше у нас это все дело переносится, продукты выветривания, вот эти вот песок, глыбы, гравий и так далее, он у нас, он не гравий, а щебенка, все это у нас нужно переноситься. Потом у нас происходит седиментация, это накопление осадка, дальше у нас погружается осадок в толще нового материала, это дальше происходит процесс диагенеза, да, тут глубина ее от 300 до 500 метров, на данном этапе у нас уже рыхлый осадок переходит в осадочную горную породу. Дальше у нас катагенез, глубина уже достаточно прелечная, от 5 до 10 километров и температура здесь 250 градусов. И следующая стадия это метагенеза, более 50 километров, температура выше 250 градусов. Когда у нас осадочная горная порода переходит в метаосадочную, происходит у нас метагенез. Как уже отмечалось ранее, осадочные горные породы, это те породы, которые образовались в результате действия экзогенных процессов, то есть процессы внешних. К таким процессам принадлежат действия воздуха, воды, живых организм. Под влиянием этих компонентов биосферы могут изменяться свойства горных пород, настолько, что образуются новые типы горных пород, которые принадлежат к осадочным. Итак, выделяют такие группы осадочных горных пород. Первая группа это обломочные горные породы. Обломочные горные породы образовались в результате разрушения магматических или метаморфических пород под влиянием воздуха, воды и живых организмов, то есть до образования отдельных обломков. Обломки могут быть разной крупности. Это могут быть от одного метра, нескольких метров до очень мелких частиц, крупиц. И образуются такие породы. Пески, глины, галька и другие типы пород. Вот, например, на фото изображены пески, которые имеют такую вот шероховатую поверхность, но состоят из отдельных крупиц. Глины имеют еще более тонкозернистую структуру, то есть еще меньше размеры. Галька это другие немного породы, которые образовались в результате окатывания обломков до состояния круглых камешков. Вот, например, такие гальковые отложения можем видеть на берегу реки, либо море. То есть окатанные крупные камешки в результате действия воды. Вторая группа осадочных горных пород это химические. Это означает, что они образуются в результате осаждения химическим путем. Например, в воде могут быть растворены различные вещества, которые в результате насыщения раствора могут выпадать в осадок. Так могут образоваться каменная соль и известняк. Так, например, соль может осаждаться на берегу соленого озера в виде вот таких вот равнин соленых. Обычную каменную соль мы все видели. Это кухонная соль, которая используется в кулинарии. Известняк имеет вот такую вот форму. То есть это остатки различных моллюсков, которые осадились и отложились на дне различных водоемов. И третья группа осадочных горных пород называются органические или биогенные. Это те горные породы, которые образовались под действием живых организмов. Это могут быть и окаменелые остатки этих организмов, а также продукты их жизнедеятельности. Например, каменный уголь или мел. Вот уголь имеет вот такой вот вид. Это остатки древесной растительности, которые преобразовались под действием температур и давления и отложились в глубинных шарах земной коры. Вот так выглядят остатки моллюсков, которые отложились в виде мела. То есть это органическая или биогенная осадочная горная порода. Таким образом, осадочные горные породы, которые образовались в результате действий экзогенных процессов, подразделяются на три группы. Обломочные, химические и органические осадочные породы. Осадочные породы покрывают всю поверхность земного шара. То есть это те породы, которые зарегают на самой верхней ступени геологической колонки. На этом мы закончили рассматривать, как образуются осадочные горные породы. В следующем видеоролике мы рассмотрим последовательность пяти стадий литекинеза.